Сколько стоит тепло, вода и свет – важную тему обсудили на совещании с главами муниципалитетов и представителями ресурсных компаний региона. Ежегодно профильный департамент устанавливает тарифы более чем для 300 регулируемых организаций. Власти подвели итоги тарифной кампании 2019-го и выслушали предложения ресурсников на грядущий год. Сегодня непосредственные специалисты в рамках тарифного регулирования расскажут основные изменения в законодательстве. До 1 мая регулируемые организации должны подать свои тарифные заявки, но на 2020 год. Соответственно, сейчас мы укажем на основные проблемы или какие-то неточности в предоставлении документов для утверждения тарифов на последующие периоды регулирования. Одной из важных проблем в сфере жилищно-коммунального хозяйства по сей день остаются крупные задолженности физических и юридических лиц перед поставщиками. Это в частности касается и теплоснабжающих организаций. Плата за отопление и горячую воду составляет около 60% расходов населения на услуги ЖКХ. Мы понимаем всю ответственность перед населением за величину тарифа. Также считаем, что мы должны оптимизироваться, и это мы делаем ежегодно, снижая свои издержки. Следовательно, мы сдерживаем рост тарифов. С 1 июля мы переходим на прямые отношения практически со всей частью города Иваново. ИГТСК, акционерное общество, Ивановская городская теплосботовая компания прекращает свое существование. Поэтому мы выходим на потребительный прямой. Поэтому наш тариф будет фактически единым на территории всего города Иваново. Так или иначе, в 2020 году ивановцы вновь увидят в платежках увеличение тарифов. Ресурсоснабжающие организации подчеркивают, что связано это не с ростом затрат, а с инфляцией. В департаменте энергетики в свою очередь обещают, что не допустят значительного подорожания коммунальных услуг для населения. Продолжение следует...